Утилизация стоит денег, а кто готов платить? Никто. Не будет штрафов, не будет наблюдения, это никогда не закончится. Московская область, Серпуховский район. В чистом поле неприметная целая гора мусора. Здесь на небольшом участке сразу встречается и бытовой мусор, и строительный мусор, и какая-то выброшенная мебель, и остатки разрушенных построек. Чего здесь только нету. Пластик, дерево, стекло, бумага, металл. Все вперемешку. Это все с участков, это все с коттеджных, новых участков. Выкинули через дорогу, и их больше не волнует. И, к сожалению, вот таких вот мест у нас за последние три года стало на сотни больше. Я бы даже сказал, на пару сотен больше. А вот эта гора отходов уже больше похожа на отходы производства. Явно какие-то формы с ближайшего предприятия, которые что-то делались, производились, и потом не нашли ничего лучше, чем свести это сюда. Ну, действительно, зачем платить деньги, зачем утилизировать как надо, когда можно просто загрузить машину, и вот это вот все, простите, понимаете сами что, сбросить прямо посреди поля, навалить здесь это целыми кучами, и уехать. Любой самосвал, да, участника нанять, это намного дешевле. Они наняли, ему загрузили, отправили, он вот сюда подъехал, выбросил, я одного здесь поймал. Я на видео снимал, я же поймал его здесь, я ему посигналил, он сразу вывалил и дал деру, как говорится. И что больше всего нас волнует, это, конечно, появление вот этого вот какой-то непонятной, мне кажется, какой-то едкой, не знаю, ядовитой химической субстанции, это точно отходы явного какого-то класса опасности, первого или второго, и они точно не могут утилизироваться вот таким вот образом, просто в открытом поле, сгруженные и выброшенные, и оставленные на волю случая, что кто-то когда-то придет и это уберет. Для тех, кто здесь не живет, им это неинтересно, они об этом не думают. Кто будет за это отвечать, кто будет все это ликвидировать, как вообще можно было допустить такое безобразие в нашей стране, где посреди поля на чистой земле вываливаются горы мусора. Все это сводится ночью, под шумок, сюда вот складируется, скидывается. Явно делается это простыми людьми, которые живут на этой территории. Как можно так относиться к своей земле и к своей природе?